Уволенная руководительница Ахтырской психиатрической больницы в Сумской области сегодня избрали меру пресечения. Лилию Неофитную заключили под стражу на два месяца без права внесения залога. За какие зверства судят главврача? Смотрите в нашем сюжете. Попасть в психиатрическую клинику в селе Кудрявцево Ахтырского района на Сумщине сейчас практически невозможно. Разрешение на посещение просто не дают. Не смог попасть туда и волонтер Сумской общественной организации Павел Борисов. Когда с ним анонимно связались сотрудники клиники, стало ясно, учреждению есть что скрывать. Фото помещений больницы, которые ему прислали, больше напоминали концлагерь. То, что писали Павлу, больше напоминало хроники пыточной камеры. Фото этой переписки активист выложил в сеть. Санитары и врачи описывали, как некоторые из них коллеги избивали больных до кровоизлияния и переломов. Применяли и изощренные психологические пытки. Там были певные прозвища, имена, потерпелых называли. И не обратить на это увагу, я считаю, прокуратура не могла. И насколько я знаю, они знали этих людей, которые писали мне анонимно. То есть они дали свидетельствия. Показаний хватило для того, чтобы Лилию Неофитную вначале сняли с должности, а после и вовсе возбудили против нее уголовное дело. В прокуратуре провели эксгумацию тел восьми умерших за последние месяцы пациентов. Оказалось, что причина смерти вовсе не естественные причины, как указывалось в медзаключениях. Экспертиза уже подтвердила, люди умерли от двустороннего воспаления легких и побоев. Взагалі п'ятеро помирають від пневмонії и ее складнень. На сегодня по трех из этих людей є висновки комиссийных судово-медичних экспертиз про те, що тривалое перебування в холоді, поряд з неналежним лікуваннями, несвоєчасним діагностуванням захворювання, перебуває у причинному зв'язку з захворюванням, його тяжким перебігом і смертью пацієнта. Сегодня в Сумах аргументы прокуратуры выслушали суд. Тут в итоге Лилии Неофитной избрали саму строгую меру пресечення. Слідчий суддя сьогодні розглянув циклопотання і за результатами розгляду постановив рішення, яким повністю погодився з позицією слідчого і прокурора. Тобто обраний за побіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного строком на два місяці без права внесення застави. Впрочем, адвокати Неофитной уже готовят апелляцію. Суманія фітнає депутат Ахтырського горсовета от Батьківщини і постоянно заявляє о том, що дело проти неї заказали політичні оппоненти. В случае, якщо її вину докажуть, їй грозит до восьми лет тюрми. Елена Митязова, Александр Пантелеймонов і Максим Чеблин. Подробності, телеканал Інтер.